Повальное бегство боевиков из зоны Атанф – плохой знак для США. Ряд полевых командиров из состава проамериканской экстремистской группировки Джей Шмагавир Атаура, вдохновленные выходом своих товарищей из зоны военного лагеря США Аттанф на юге Сирийской Арабской Республики, решили вместе с подчиненными им отрядами покинуть ряды бандформирования, сложить оружие и вернуться к мирной жизни. Об этом сообщил телеграм-канал World Journal со ссылкой на осведомленные источники в сирийской арабской армии. Подробнее о том, почему проамериканские боевики все чаще отказываются от сотрудничества с США в Сирии в материале Федерального агентства новостей. Бегство американских наемников. Большая группа боевиков на тачанках сбежала из контролируемого американцами Аттанф и сдалась сирийским военным в районе Пальмиры, передав стрелковое вооружение, тачанки и оборудование правительственным войскам. Террористов обучали и вооружали военные США и ЦРУ с 2016 года на территории Иордании. В основной состав входили боевики так называемой Сирийской свободной армии, экс-террористы запрещенной в РФ организации ИГИЛ, дезертиры из Сирийской правительственной армии и наемники. С 2017 года американские наемники в большей степени постоянно находились в Аттанф. Теперь же зону военной базы США на юге Сирийской Арабской Республики намерены покинуть полевые командиры проамериканский бандформирований. В связи с намерением главарей покинуть базу американских покровителей, в ночь на 17 апреля лидер Джейш Магавир Аттаура Муханнат-Талаа был в срочном порядке вызван на базу Тель-Халиф, расположенную в Иордании, для встречи с иностранным руководством. Как отмечает World Journal, не исключено, что полевому командиру были даны указания по недопущению массового бегства членов бандформирований во что бы то ни стало. Свидетельство бывших боевиков. Сдавшиеся сирийской арабской армии охранник лагеря беженцев Эрукбан и инструктор американской базы Аттанф в эксклюзивном интервью Фан рассказали, как обучают и отправляют на задания террористов в подконтрольной американцам зоне. Бывший охранник лагеря по имени Аэт Аль-Наиф рассказал, что присоединился к террористической группировке Джейш Магавира Аттаура из-за финансовых проблем. Его группу на базе обучали ведению боевых действий, умению владеть оружием и взрывному делу. В зоне американской Аттанф он научился обращаться со штурмовыми винтовками М-16, гранатометами и крупнокалиберными пулеметами. Группировка, в которой состоял Аэт Аль-Наиф, нападала на административные здания в окрестных населенных пунктах. «Я отвечал за охрану лагеря Эрукбан, но группировка, в которой я состоял, совершала нападение на административные здания в населенных пунктах провинции Хомс», сообщил он. Кроме того, бывший инструктор военной базы Халид Салир Аль-Хадир рассказал, что обстановка в лагере в настоящее время катастрофическая. «Не хватает продовольствия, нет медицины. Лекарства есть только у боевиков, их они получают от американцев». Все это на фоне эпидемии коронавируса. Наемникам разрешали использовать винтовку М-16, пулемет М-240 и тяжелый пулемет М-2. После тренировок группа Салир Аль-Хадира смогла учить новобранцев. По словам бывших американских подчиненных, боевикам платили по 400 долларов США в месяц, а командирам бандгрупп 500 долларов. Серьезный сигнал для США. Заместитель, директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук, политолог Владимир Шиповалов напомнил, что присутствие США на юге Сирийской Арабской Республики является оккупацией. Незаконным является и тренировка боевиков в Ат-Танц. Прежде всего, необходимо подчеркнуть, что Соединенные Штаты находятся на территории Сирии незаконно, без согласия и в нарушение норм, принятых мировым сообществом. Их присутствие квалифицируется как оккупация территории суверенного государства. При этом, американцы незаконно удерживают в зоне Ат-Танфа беженцев. Незаконно создают здесь вооруженные формирования, которые борются против легитимной сирийской власти, заявил политолог. По мнению собеседника агентства, тот факт, что на днях достаточно большая группа проамериканских боевиков перешла на сторону сирийского правительства, свидетельствует о том, что даже сирийцы, которые находятся на службе у США, перестают верить в посулы американцев, начиная понимать, что их используют в качестве пушечного мяса для борьбы со своим народом. Шаповалов полагает, что происходящее – плохой знак для американцев, поскольку это не соответствует распространяемому ими мифу о защите интересов народа Сирии. Это достаточно серьезный сигнал к тому, что значительная часть сирийцев, которые находятся на территории Ат-Танф, не поддерживает США и готовы к взаимодействию, сотрудничеству с сирийской властью. Создан прецедент, вслед за которым и другие сирийские граждане, которые находятся на территории базы в ближайшее время, могут перейти на сторону сирийского правительства. Это большой удар по позиции американцев, потому у них не будет больше никакого оправдания нахождения в Сирии, потому даже те, кто пошел на сотрудничество с США, как мы видим сейчас, меняют свою позицию, заметил Шаповалов. Спасибо за внимание. Ставьте лайк и не забудьте подписаться на канал Твои Новости. Здесь всегда вас ждут самые горячие и свежие новости мира.